Что нового в PHP 7.3? Как одна строка JavaScript кода замедлила сайт в 10 раз? Яндекс прогнулись и удалили ссылки на пиратский контент. Яндекс прогнулись и удалили ссылки на погнали. Вообще, на самом деле, более страшно, вот я не знаю, что более страшно, чем удалить ссылки на погнали. То есть я понимаю, ну ладно, на пиратский контент, бог с ним. Прогнулись, да? Ну на погнали, невозможно, по-моему, уже. Просто ни в какуху. Несмотря на то, что очевидно, что ты это риторически спросил, у меня есть ответ на твой вопрос. Но перед этим я скажу, что с вами подкаст «Суровый веб». Проект «Ювеб-дизайн». У нас уже 177 выпуск, и сейчас час ночи с 4 на 5 сентября по Челябинску. И так вот, ответ на твой вопрос. Страшнее было бы, если бы Яндекс удалил ссылки на трек 3 сентября, Шуфутиныч. Потому что никто бы не смог скинуть, да. Если вдруг его бы запретили, например, как пропаганду рябины какой-нибудь там, я не знаю, как пропаганду календаря, я не знаю. Вот на самом деле во вселенной Бэтмена есть такой злодей-календарь. Вот возможно, если его бы запретили полностью, то всё. Подожди так, давай сейчас проясним. Аркхам — это тюрьма, да, я правильно помню? Так, ну тут издалека начал. Город Готэм. И календарь — это, видимо, какой-то хипстерский злодей из одного или двух эпизодов каких-нибудь, из одного или двух синглов. Он не очень популярный. Он, конечно, не Джокер, не популярный. Но он там, естественно, сумасшедший челик какой-то там, который может там... Короче, в определенные дни он делает плохие вещи, условно, предугадывает там или не предугадывает. Короче, помешанный чувак на датах, типа, условно, делает там в Хэллоуин хреново, делает там, не знаю... Ну, именно его страсть — это типа даты, короче. Ну, понятно. А его садили или нет? Я почему про Аркхам спрашиваю? Или там всех, в принципе, садили? Их там всех, да, их там всех, в принципе, садили на бутылку, поэтому, да. Ну, понятно. Ну, подожди, а Плющ, она добрая или злая? Ну, по идее, злая в основном. Ну, может быть, есть какие-то там, так сказать, комиксы, когда она боль-мень, но вообще-то злая, как и всегда. Ну, в общем, да. Всех рады приветствовать, кто нас сегодня слушает. Ты имеешь в виду и Плюща, и Календаря, и Бэтмена. И Мистера Фриза даже готовы призвать. Даже Мистера Фриза. При, при. Все, у меня уже при, полное при. Короче говоря, с места в карьер давай заныриваем. Короче. Как раз с Яндекса у нас и начинается, оказалось. Так, да. И, понимаешь, Яндекс удалили ссылки на пиратский контент, но они, знаешь, говорят, отмазываются, так сказать. Вообще, Роскомнадзор потребовал, действительно, чтобы Яндекс Видео, именно конкретно вот сервис Видео, удалил ссылки. Иначе, если он не удалит, то, оказывается, в Яндекс Видео много пиратского содержится. На чуть ли не Газпром Медиа подали там требования, иск, я не знаю, что там. В общем, там, именно серьезно заявили, что вы распространяете пиратский контент. Соответственно, Яндекс Видео, как вы понимаете, это полностью сервис Яндекса. И если сейчас чуть что, будет вот эта вот блокировка, потому что Роскомнадзор пригрозил блокировкой, если вы не будете соблюдать. Соответственно, заблокируется не Яндекс.ру видео, да, а заблокируется Яндекс.ру, как мы знаем, у многих провайдеров. Потому что, ну, кто умеет блокировать у нас по правильному адресу? Никто. Соответственно, очень испугавшись за пользователей Яндекса, компания Яндекса решила такие, типа, нахрена? Мы не будем рисковать своими пользователями, в скобочках, деньгами своими. И пойдем на уступки Роскомнадзору и просто спокойненько заблокируем видосы спорные, так сказать. Видосы будут заблокированы. И так и сделали, так и поступили. Но написали, что мы не согласны, чуваки, не согласны. Пиратство так не убить, значит, оно так и будет продолжать жить. Во-первых, в других поисковиках можно найти видео. Во-вторых, на всяких там торрентах, на форумах, вы что, у нас... Мы не последний оплот, так сказать. Ну, там, в том числе, Бобук тоже заявил, что, ну, блин, ну вы что, чуваки, так не борются с пиратством, это все хрень. Надо, чтобы было все прозрачно. Чтобы второй принцип, первый принцип прозрачности, а второй принцип равноприменимости. То есть, вот как это заблокируют, так и другое заблокируют. Тем более, что Яндекс.Видео основывается на видосах пользователей, которые они загрузили. То есть, юзеры что-то там загружают, а какие там права? Свои, не свои, что там, кто там, в общем. Никто не разбирается. Так что... Ну да. Вот я один из тех людей, который пользовался Яндекс.Видео с целью просмотра спорного контента. Так. То есть, всякие там сериалы с СТС, например, там все время выложены. Я так понимаю, это как раз и есть собственность Газпром-мидия. Ну, возможно, да, частично. А может быть, полностью даже СТС это оно. Но, ну, знаешь, короче, да ладно, хрен с ним. Но вот как, допустим, ты объяснишь то, что, допустим, в Яндекс.Видео появилась какая-нибудь фильм, ну, премьера, не знаю, Мстители какие-нибудь появились. Это там какой-нибудь Universal. Universal Marvel Russia. Так Яндекс.Видео, это же агрегатор. То есть, там на самом деле по опихе подгружаются со всяких кинозавров или ТВ-завров, про которые ты мне там говорил. Вот, и то есть, там именно автоматически происходит. И там указано, что это видос с такого-то там сайта. И поэтому, да, во-первых, типа они ответственности не несут. А во-вторых, к вопросу, как появились. Ну, вот на те онлайн кинотеатры Камрипы залили. И в Яндекс.Видео они тоже, соответственно, появились. Потому что там просто там RSS-лента сканируется и туда добавляется. Ну да, ну и как мы понимаем, естественно, там пиратские видосы появились условно. И Яндекс типа на них просто ссылается. Да, да. То есть, ну, почти всегда там серии какой-нибудь условной, там, я не знаю, Ворониных или там Моей прекрасной няне. Теперь угадывайте, что из этого я смотрел. Они, их нет на Ютюбе или там на Рутюбе или там на Вимео. Они как раз на всяких ТВ-заврах и прочем говне. Поэтому вот я думаю, что именно это они заблокировали. Просто другое дело, что, ну, каждый раз вручную к этому возвращаться, это правда тупо? Самое интересное, это другое. Самое интересное, я, пока ты мне это, пока ты зачитывал фактуру, я где-то Ворон считал по учителям. Ворон я их считал. Я прослушал, ты сказал или нет, что они изначально говорили, да нет, все, мы не прогнемся, пошли в жопу, мы не будем ничего удалять. И в самый последний день, когда уже должны исполнить были предписания суда, только в последний день сказали, ладно, все, мы забаним, но как бы полное говно, мы не согласны. Ну нет, ты сейчас отлично дополнил то, что я сказал. Да, там реально были, так скажем, смятения, видимо, встания Яндекса. И в конце они решили не рисковать репутейшеном, не рисковать баблейшеном. И вот так вот. Оказывается, у Шуфутиныча, у него есть инста. Так. Это, ну, в тему достаточно сейчас. Просто мне это тяжурно предложил, они как знали, ну хотя это очевидно, что в эти дни будут это предлагать. Вот. И на полном серьезе здесь, ну, рассказывают о том, что про него там супер вспоминают каждый раз. Он пишет даже, что ему нравится этот мем, что ему даже уже предлагали с монеточкой или с гречкой спеть третье сентября. Угу. Вот. Но... И он что? Ну, не знаю, видимо, он просто ржакает, что нет. Ему, возможно, визу в Россию обратно не дают, поэтому он не может никак соединиться с ними. У него просто, чтобы ты понимал, внука зовут Ной. Ну, нормально. Причем он занимается музыкой в США, но не шансоном, а рэпом. Блин, а почему? Я думал, они все шансоном занимаются. Ну, он тогда должен хотя бы с Ноем записать фиток, так сказать, где они зачитают про третье сентября. Ну, чтобы ты знал, вот он написал в Вечернем Урганте, его недавно пригласили, Шуфу. И он сказал, что вот ему внук сделал практически уже всю аранжировку песни третье сентября в новом варианте. Ну, все. Ну, тут что-то и будет даже в этом смысле. Просто сейчас же Вечернего Урганта нет летом. Что-то как-то не сходится показать. А, или ты имеешь в виду, он прям вот недавно начался и вот только вот только. Может быть, да. То есть, новость от третьего сентября, как водится. И вполне возможно, что Вечерний Ургант его пригласили тоже как раз третьего сентября. Я вот сейчас попробую гуглануть. Вечерний Ургант, Шуфутинский. Ну, да, да. Судя по всему, певец и продюсер Михаил Шуфутинский расскажет о планах на празднование своего 70-летия. Ну, нет. Это 12 апреля 2018 года. Это в апреле еще было. Реально. То есть, это был его юбилей. Ну, у него, может быть, там в каком-нибудь Олимпийском был концерт юбилейный. И вот его пригласили. То есть, это был апрель 2018 года. И тогда, видимо, его спросили про этот мемасик. И он тогда уже это прокомментировал. Просто именно сейчас об этом вспомнил Тижурно. Ну, короче говоря, это мы так отклонились. А Яндекс, конечно, да, прогнулся, удалил. И я даже не знаю, как жить. Мне просто еще Маликов рекламирует Samsung Galaxy. А6 на дежурной. Или ты просто какой-то... Не выйти сегодня отсюда. Ладно, все. Волевым решением отсюда выходить. Вообще, вот, Никита, ты считаешь, что могут какие-то компании вообще... Можешь ли ты себе представить, что какая-то компания действительно пожертвует своими деньгами ради принципа? Кого ты видишь на роль такого компании-кандидата на такой беспрецедентный поступок? Ну, Telegram, например, такая есть компания. Ну, слушай, с учетом того, что они недавно как раз, опять же... Мы это не обсуждали в подкасте или обсуждали неделю назад? Я не помню. Ну, там была тема, что... Да-да-да, слушай, по-моему, может быть, и говорили про то, что, типа, они все равно выдают там что-то там, что-то там. Теперь могут выдавать айпишник, айпишник первое, и номер телефона, к которому привязан аккаунт, по требованиям спецслужб, но две оговорки. Первое, они этого еще ни разу не делали, и они сказали, что всех, кого они будут выдавать, они будут в блоге Телеграма прям публиковать. Ну, окей, допустим. И второе, они сказали, что с российскими спецслужбами они по-прежнему работать не собираются, потому что, типа, у них там холодная война с российскими спецслужбами, и пошли-ка все нахрен. Ну, вот, но такой некий прогиб все равно, типа, есть, поэтому они сослались, что это все для ГДПРа, вот этого, который европейская хреновина, поэтому, ну, не знаю, не знаю, в общем. Как-то так, ладно, следующая тема у нас, как одна строчка JavaScript кода. Почему замедлила FT.com в 10 раз? Или почему нужно быть аккуратным с сериализацией и десериализацией JSON в Node.js? Это нам Neuron Insomnius предложил еще к прошлому подкасту, но мы, как водится, хорошие темы переносим на следующий раз, потому что, ну, не пропадать же хорошим темам, действительно. Для начала, бэкграунд. Что такое FT.com? FT.com – это немного, мать твою, не мало, Financial Times. И у них сайт, там, не на WordPress, как кто-то мог бы подумать, там, а реально на Node.js. У них там суперприл, который дергает опиху даже не REST API, который, там, по HTTP endpoint, там, долбится на FT.com. Слэш REST, слэш, там, POST, слэш, там, LATEST. И прилетает ему в JSON 20 штук. Нихрена, он идет на GraphQL и прямыми запросами из приложухи лезет в базу. Так вот... Это же самый скучный сайт в мире, на него не заходят только самые скучные люди про финансы почитают. По идее, да, это все равно, что Коммерсант FM какой-нибудь, это не реклама сейчас, к сожалению. Но да, ну, вот я захожу туда, работает, ну, конечно, просто молниеносно, подгружается все как лэйзи, не сразу, все аккуратненько, все красивенько. У меня почему-то, у тебя тоже, зайди на FT.com, у тебя тоже сверху серая полоска над курсами валют? Над курсами валют? Нет, у меня курсы валют на серенькой полоске. Это не серенькая, а темно-серо-синяя, да? Ну, темно-серая. Вот, а у меня на ней просто еще серая полоса есть. Ну, просто поверь мне, у них верстка такая в сафарях. Поэтому непонятно, что она означает, я могу сейчас... Ну, это как-то не financial, у меня на храме все нормально. Ну, у меня 15-16 дживаскрипт ошибок, ну, как бы так уж, если придираться. И у меня есть above header ads, то есть это типа реклама должна быть. А, так у меня, может, просто adblock, погоди секунду, не запускать на этой странице. Ctrl-A, а, ну теперь у меня есть серая полоса, в которой в натуре есть... Ну, просто реклама не подгружается. Help students prepare for life after school, да. А у меня она не загружается, у меня она так серая и остается. Ладно, не важно. Короче говоря, сайт эстетически приятный. Причем, причем. Он же мне, я не брежу, да, он желтый, то есть он не белый. Ну, конечно. Он такой сепия. Он просто у меня же... Он даже такой, знаешь, он кожный. Ну да, он... Ну да, да. Не желтый, как там старая бумага, а именно, да, как кожа, согласен. Вот, вот, Lego оригинальный, у них желтые человечки, а всякие китайские подделки под Lego у меня были такие. Да, вот такие, как Financial Times. Это просто подделка под настоящий сайт. Под коммерсант FM опять. Да, согласен. Так вот, я просто... У меня же ноутбук уходит в Night Shift, как ты помнишь, и он типа желтит меня все дерьмо. Вот, и поэтому я, может быть, уже бредю просто. Ну, короче, сайт классный, все супербыстро открывается и так далее, и тому подобное. И там ссылки даже... У них не человекоподобные урлы, как говорим мы веб-мастера, а у них вот перейди на любой сингл. Там тупое говно, тупого говна будет. А, это потому что они меня заставляют засабскрайбиться на их дерьмо. Тут какое-то в натуре, они еще и тут деньги зарабатывают. Они так Financial. Мало того, что они просто Financial, они еще и тут какие-то FT Subscribers Trial. Они мне про Сирию, они мне не дают про Сирию почитать. А тут ни про что не дают почитать. Ну смотри, можно прям 20 евро в неделю, чтобы еще и присылали... Ну, а если ты Financial, чувак, то тебе 20 евро в неделю... Ну, конечно, причем самое смешное, что Trial, Digital Daily, Digital Daily Plus, они в долларах, а принт уже в евро. Кто читает эту скучнятину еще из-за бабки, чуваки? Просто напишите в комментариях. Согласен, не совсем понятно. Хотя Trial выглядит заманчиво. Хоп, мне не на месяцок уже подписаться за доллар. Хоп, ты такой с чемоданчиком идешь, такой веселенький уже по улице. Да-да-да. Ну, короче говоря, сам сайт фактически не очень важен. Ну, как бы вот ты заценил, что сайт быстрый, сайт классный. А теперь посмотрим, что их разработчики нам на Medium написали. А именно Аржун какой-то. Аржун. Аржун? Да, ну реально Аржун. Ну, то есть там Индус какой-то, если сильно приблизить. А если отдалить сильно, то кто? О, если отдалить, там просто чувак с чемоданчиком. Все, весело идет. Это его единственная статья на Medium. И он пишет, что вот одна строка сделала Financial Times в 10 раз медленнее. Как, говорит, мы это выяснили? Мы выяснили, нам просто прилетел алерт о том, что... Алерт! О том, что процент ошибок на Глагне вырос до 4%. А это как бы уже реально дохрена. С учетом того, что они Financial, у них там в тысячах сразу это, в миллионах измеряется. Конечно, а тем более у них 20 баксов подписка. У них сразу миллиарды. Я даже, нет, я не в деньгах, я в людях. То есть там... Ну еще и там, везде миллиарды сразу. Вот. И это, говорит, реально возмущает наших пользователей. Причем они здесь везде прикидки делают. То есть они когда починили, они в конце сказали, блин, теперь все классно. И надеюсь, наши пользователи тоже счастливы. То есть как бы они еще... Надеячи. Да-да-да, в основном... Я думаю, что они скажут, и надеюсь, что наши миллиарды долларов перестанут утекать. Вот, да. Ну и, короче говоря, они, говорит, несмотря на то, что у нас супер кэширование, почему-то 4% отказов. Если, говорит, просто посмотреть в JS-консоль, то не видно... Ну, если логи ошибочные мы посмотрим, то these items не работают. То есть не прилетает дерьмишка с опихи. Ну, смотрим, что вообще логи опихи показывают. Логи опихи показывают, что тайм-аут респонса. То есть больше 5 секунд выполняется запрос. Ну, в данном случае 5000 миллисекунд, это 5 секунд. И говорит, ну, это так не бывает. Оно, по идее, опять же, запрос кэшируется, а страница его только отображает уже, и все. То есть он в стейте, в приложении хранится, как дейты просто, и показывается. Ну, это, говорит, так не должно быть, это странно. Продолжаем, говорит, копать дальше. В Хироку, то есть где у них хостится вся хреновина, все приложка, пишут, да, что действительно увеличенные времена запроса, там 2-3 секунды, максимально даже 10-15 было. А с учетом, говорит, того, что у них там какой-то фаст ли проплачен, кэширующий сервак, видимо, какой-то промежуточный. А в том числе, говорит, хедеры на каждый документ отправляются. Если вдруг ничего не изменялось, то, ну, там, отправляется, что не менялось, и показывается сразу же. Не должно, говорит, так много быть. Особенно с учетом, что все отдают и в памяти. Мы, говорит, решили протестить старым добрым способом, с помощью Apache Bench. Ну, это все заканчивается Apache Bench. Ты можешь сколько угодно проплатить хоть какой-то там клауд, хоть какой... Как это принты называются, которые нас бесит все время на всех сайтах. Клаудфлеер, вот, вспомнил. Который капчу заставляет вводить. Вот сколько угодно можешь клаудфлеер ставить, потом все равно будешь тестить АБшечкой. Вот они АБшечкой локальную версию FT.com тестили. Тысяча запросов, 10 в секунду. И, говорит, потом еще смотрели Node Clinic и Nsolid. Это утилиты, которые ноду позволяют мониторить, показывать, как проц сжрется конкретной строчкой кода, конкретным процессом и так далее. Ну, в общем, выяснили они, что из тысячи запросов 876 фейлятся. И нашли ту строчку кода, в которой это происходит. Эта строчка такая. Вернуть JSON parse, JSON stringify this data. Что это делает? Они присваивают значение... Ну, вот, то есть прилетает инфа. И чтобы ее хранить отдельно в приложении, если сделать просто присваивание, то будет ссылка в JavaScript. Это один из факапов JavaScript. Ну, или как бы... Ну, в общем, это такая жизнь. Что если ты сделаешь просто ссылку и будешь менять значение в самом приле, то то, на что это ссылается, тоже будет меняться. Автоматическая мутируемость данных. И в JavaScript для того, чтобы от этого избежать, есть много разных алгоритмов. Они все называются глубокое клонирование. Это когда ты вручную собираешь объект, полностью идентичный тому объекту, который тебе нужен, но ты не простым присваиванием это делаешь, а ты реально в цикле создаешь маленькие кусочки, каждому кусочку присваиваешь маленький элемент. И таким образом у тебя не ссылка на объект получается, а два идентичных объекта реально. То есть, ну, это, кстати, часто спрашивают на собеседованиях. Но надо просто знать, что есть алгоритмы глубокого клонирования во всяких там функциональных библиотеках, типа LowDash и RamD. Вот. Они здесь используют глубокое клонирование. Тупо... Ну, вот смотри, есть у тебя JSON. Они сначала его переводят в строку и тут же переводят его обратно в JSON. То есть они делают такое двойную хреновину. И то, что возвращается назад, это уже полностью новый JSON-документ, несмотря на то, что он идентичен тому, который пришел на вход. Вот. Они так делают глубокое клонирование. Ну, метод не очень плохой. И на самом деле это один из самых быстрых методов глубокого клонирования. Но метод синхронный. То есть поскольку JavaScript, он однопоточный до сих пор, как бы вот другого не завезли, и этот метод синхронный. То есть он блокирует весь ивент-луп. Ничего не происходит больше, пока вот это хреновина проделывается. А у них много дейты. Несмотря на то, что не все по подписке, у них на главной показывается достаточно большое количество постов, и у них там много метаданных, я подозреваю. Там, ну, до хрена делов. И вот это большое количество информации каждый раз блокирует до хрена JavaScript. И если в 10 человек одновременно долбятся, то 9 других, они как те абоненты на IP-телефонии. Ваш звонок важен для нас, но вы ждете, потому что еще один дурак только что зашел на главное. И как бы вот да. На самом деле, они говорят, нам нужно было глубокое клонирование, потому что мы там мутируем объект в одном месте. Ну, например, говорит, какую-то фича, если у чувака на AFT-коме включена, то в зависимости от этого мы там меняем чуть-чуть это. Ну, то есть им это нужно. Они это делали не просто так, для того, чтобы у них вдруг было когда-нибудь пригодиться. Им реально это нужно. Они, знаешь, что сделали? Они, говорит, вместо того, чтобы клонировать все, они используют метод deep freeze. То есть это... Они вот фиксируют состояние объекта, когда он только пришел, и только тогда, когда его мутируют, так клонируют те конкретные части, которые должны быть смутированы. То есть, ну, это немножко другой алгоритм. Просто они, когда узнали нужду оптимизировать этот кусочек, они уже применили этот другой алгоритм. Ну, в смысле, я их оправдываю, почему они сразу этого не сделали. Ну, во-первых, потому что они просто не подумали, а во-вторых, вот да, опыт как бы отрицательный не бывает, и теперь они даже и нас научили о том, что... Ну, и Neuron Insomnius тоже написал. Вот что бывает, когда использовать методы работы с JSON в JavaScript и как бы, ну, без оглядки, что называется, на то, что да. В общем, теперь у них в 10 раз быстрее все происходит, нет никаких ошибок, и вот они в конце держат пальцы крестиком, что, наконец, возможно, у нас будет теперь happy clients, happy users. Вот, ну, они говорят, мы еще... У них здесь есть планы на будущее. Первое, мы, говорит, на другие бы наши прилы тоже так потестировали. Может быть, еще как-то что-то, может быть... А у них есть другие прилы? Видимо, да. Видимо, у них еще New York Times или там еще какие-то подразделы Financial Times на отдельных хероку-инстансах крутятся. Вот, ну, короче говоря, да, у них здесь пишут... Не могу расшифровать, что они здесь пишут про ошибки. Вообще, говорит, у нас на главное, если вдруг ошибки, то что-то типа у нас сразу отваливается. Но почему тогда тысяча ошибок было? Непонятно. Бабки отваливаются. Бабки, это точно. Самое смешное, что чувак в конце, знаешь, вот эти книги урайлевские, где автор пишет в самом начале «Для моей жены Сары». Спасибо, что она там терпела, что я эту книгу писал там два года подряд, не ночевал дома, не спал, не срал, только там писал и так далее. И здесь в самом конце этот Аржун написал «Спасибо Самуэлю Паркинсону». Ну, если навести на Самуэля Паркинсона, то это «Сеньор инженер Файнэншал Таймс». А, нихрена. Я думаю, это Паркинсон, который... Который трахнул Ржуна, когда он понял, что у них 876 человек отваливается из тысячи. Ну, это один и тот же человек, я просто даю. Ну, понятно, в общем. Он чемоданчик, конечно, выронил в тот момент, наверное. Прикольно, но там реально бабки крутятся. Как я понимаю, то есть, ладно, мы ржем-ржем, что скучный сайт и все такое, но мне кажется, от «Файнэншал Таймс» даже, возможно, зависят какие-нибудь акции. Знаешь, типа, вот если они напишут хорошую статью про какие-нибудь «Эппл», условно, «Эппл», хоп, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сразу процедник подрос. Я имею в виду, что они уже не только контент-мейкеры, они десижн-мейкеры. То есть, от их решения просто реальные рынки. Они уже могут управлять рынком, условно, да. Это как сегодня была новость, что Amazon была второй компанией в истории, которая достигла капитализации в 1 триллион. Но после новости об этом капитализация обвалилась до 992. А почему сейчас? Ну, я не знаю. Видимо, на фоне этой новости рынки аж вспучились и такие «не-не-не-не-не». Как это? Кто там? Есть какая-то поговорка вот эта, типа, какой-то там «Маветон не выдержит двоих», только не «Маветон», а «Твою мать». «Аполлон не выдержит», нет, «Парфенон не выдержит двоих». Ну, короче, какая-то, типа, какое-то место, типа, сцены, она не выдержит двоих. Ну, и это говорят... Ну, там вообще лошадь, там, это какой-то, типа, вестернная тема, и там, типа, «Булевар не выдержит двоих», и там, типа, ну, «Лошадь» так зовут. А, да? Я-то думал... Вот, да, «Булевар» как будто, типа, просто я-то думал, это именно, знаешь, что есть там условный район, там, маленький «Булевар» в Нью-Йорке, и двух кланов мафиозных не может там быть, и это, типа, один клан уничтожил другой, и вот это сказал. Ну-ка, «Булевар» не выдержит двоих. Ну, подожди, я загуглил на всякий случай, да, крылатая фраза о Генри, дороге, которую мы выбираем, бла-бла-бла. В России также довольно известна из экранизации кинофильма «Леонида Гайдая. Деловые люди», да. Ну, а... Черт, дерьмо. Ты не представляешь, я вот не знал этого конкретно, но я такую же предысторию придумал к этому дерьмою. Ты уже, да, ты уже напридумывал там что-то досвидос какой-то. Ну, вот, в общем, «Булевар» не выдержит двоих, и «Эппл» теперь опять единственная компания. Кстати, хотя, когда этот подкаст выйдет, возможно, уже все-таки, ну, наоборот, как-то переиграют. Уже какой-нибудь, я не знаю, «Шелл», «Лукойл» какой-нибудь, уже будет третья компания, которая миллиарды достигла капитализации. Вот как тебя, Никита, вообще завораживает, да? Всего лишь одна строчка джаваскрипта и вот рынками управляет. Ну, видишь, да, у них еще это суперкритично. То есть, понятно, что если у вас это на вашей домашней страничке, на которую никто не заходит, вы там чуть-чуть что-нибудь поправили, пометили, и у вас там чуть быстрее стало, или вы, допустим, наоборот, «Оверкил» сделали, вы там ноду развернули, хотя вам можно было просто на WordPress нормально сделать. Вот, ну это, да, а для них-то это решает, конечно, я согласен. Им надо прям вот делать вещи, чтобы у них прям все летало, и чтобы ноль отвала было прям. Чтобы financial таймуха прям была. Не могу, мне прям сильно в башке. Я календарь переверну. Ладно, не будем. Дальше, кстати, твоя темка, что характерно, но тоже от Нерона Инсомниуса, это важно. Да, сравнение кодовых баз с популярного дерьма. Написано, у меня в слайке. Сейчас. Нерон Инсомниус прокомментировал. Что требует больше строк кода? Космический корабль, автомобиль или Windows 7. Визуализация размеров кодовых баз известных программных продуктов. Как у нас написано, популярного дерьма. Так вот, короче, здесь реально инфографика, типа, вот давно мы инфографики не смотрели в подкасте. Я просто, извините, что я сразу перебиваю, я просто сейчас ее смотрю, и я понимаю, что я ее видел, и, возможно, мы ее даже в подкасте обсуждали. Но обсудим еще раз. Это было, может быть, год назад реально. Может быть, ее обновили с тех пор, как. Вот, ну ладно. Ну, давай посмотрим, да. Короче, здесь такая инфографика, в которой, типа, по оси X количество строк кода. Причем она разбита на строке, скажем так, и вот в первой вот этой большой такой широкой строке, в ней те, кто тысячники, так называемые, те, кто измеряются тысячами кода. И здесь начинается с самого простого, чтобы именно визуально нам было понятно, с такой простой, простая такая апка, игра на iPhone. Вот и апка. И в ней даже нет тысячи строк. Что-то какие-то, типа, там, какие-то жалкие... Нет, нет, там 100 тысяч, 100, 1000, все-таки нет. Да, да, да. Нету 100 тысяч. Ну, типа, окей, да нету, то есть, где-то, ну, тысяча, там, или, не знаю, 20 тысяч, например, строк. Тут есть Unix с 1971 года. Допустим, нам это не очень интересно. Допустим, Photoshop-версии первой 1990 года. Он уже больше, чем 100 тысяч. Потом кто еще? Движок Quacket 3, движок Quacket 3. Он больше, чем 300 тысяч. Просто, и для примера, здесь миллион строчек кода. Вот для примера. Прикольно. Space Shuttle. Мне просто интересно, как Space Shuttle машин, как именно они посчитали строчки кода именно Space Shuttle машины. Ну, подожди, ну, там, наверное, ну, там, прошивка, или что у него там внутри, оно же тоже регламентировано полностью, то есть там загружено. Ну, да, но, знаешь, типа, подписано в скобочках или внизу таким этим, когда это именно софт, а тут как-то, ну, ладно, окей, пусть это будет софт, допустим. Теперь идем в мир. Ну, софт для машин, да. Да, машин. Просто другое дело, это же, по идее, зашифрованное дерьмо должно быть там, ну, еще не рассекретили, откуда они уже, ну, ладно, не важно. А вдруг оно уже на гитхабе и уже форкнуть. И, короче, миллионные, теперь миллионщики. Короче, CryEngine 2, тоже движок видеоигровой, и это где-то тоже ляма 2, 3, наверное, ну, 2, допустим, строк кода. Что еще, например, из интересного? Linux kernel 2.2.0, ядро линуксовое, тоже, ну, типа, там, 3-4 ляма, да, строк кода. Мне нравится Jurassic Park Codebase. Что? Ну, окей, но тоже 4 ляма какие-то там, или 3 ляма. Unreal Engine 3 тоже около 3 ляма. Windows 3.1. Видимо, паркерского периода все-таки существует, и это полностью Codebase вендинговых аппаратов, которые там стоят, динозавров, которые, возможно, тоже чипованы и управляются, так сказать. Всякое бывает, знаешь. Хотя там подписано Source, Denny's, Нендри. Деннис Нендри — это, вполне возможно, городской сумасшедший, который сидит просто около пивнухи и рассказывает бред о том, как он делал программы для парка Ревского периода. Ты знаешь, как чувак, который мне делал водопровод, он мне рассказывал о том, что он делал водопроводы на атомных электростанциях, рассказывал, что у него был ручной токарный станок, который держишь в руках, он нарезает резьбу автоматически, то есть там, ну, звучит очень фантастично, о том, что там чуваку одному ноги двенадцатиметровой дверью отрубило просто прям, ну, у них на глазах, ну, вот все вот это. Вот, может быть, именно такой же чувак рассказал, что он писал код для мальчеверской операции. Возможно, это и есть Денис Снедри, да. Пятимиллионники, пятимиллионники. HD DVD-плеер на Xbox, он, ну, чуть ли не пять лямов, реально. Кто еще? Mars Curiosity Rover, это вот хреновина, которая по Марсу ходит, она, ну, шесть лямов, пять-шесть, вот реально, пять, да? Google Chrome, не побоюсь, вот практически семь-восемь, World of Warcraft, пять, ну, пять с половиной, строк, пять с половиной лямов. Я здесь вклинюсь, подписывайтесь на канал Warcraft Rus в Телеграме, там все про World of Warcraft. Пуп-пуп-пуп. Вот, например, Boeing 787, да? Так. Видишь, написано, что... Мощин почти. Видишь, машин, видишь, написано, что Avionics and Online Support Systems Only. Ну, неважно, чтобы ты понимал, на этой инфографике все черные, это машинс, потому что Curiosity Rover тоже просто машинс. Все машинс. Ground Vehicle Probe, поэтому... Ну вот. Просто в Boeing они уточнили, видимо, реально на GitHub лежит. Просто Firefox, Firefox, он больше, чем 10 лямов, чтобы ты понимал. больше хрома, да. Да, да. Далее, 10 лямщики, 10 лямщики. Что интересно, что примечательно. Кстати, здесь винда практически везде фигурирует в каждом куске. Вот, например, винда Windows NT 4.0 уже тогда была больше в 96-м году, чем 10 лямов. А, например, Android еще больше, чем винда 4.0. Только не пишут, какой Android. Хрен его знает. Ну, не первый же Android, может, последний. Mozilla Core еще больше, чем... Там, видимо, вообще все. Let me speak from my heart, Mozilla Core. MySQL. MySQL больше, чем Mozilla Core. Ну, ладно, примерно столько же. MySQL, Database Language, знаменитый. Между прочим, Boeing 787 Total Flight Software, он еще больше. Он вообще там скоро к 20 лямамам будет, просто, до свидос. Какой-то странный Apache Open Office больше, чем 20 лямов. нахрен. Непонятно, что там. Ладно, 25 лямщики, короче. Microsoft Office 24. есть дуги. Дуги показывают эволюцию разных программ, так сказать, в процентном соотношении. То есть, например, все Windows и дугами соединены, и Linux здесь. Ну да, чтобы мы понимали, насколько оно увеличивается, насколько процентов увеличивается. 25 лямщики, короче. Windows 2000, например. Ну, практически 30 лямов. Да, тут уже все, тут уже все, только Microsoft и скисов. Тут Microsoft пошел, да, очень много, супер распухшие оси, которые до хрена, около 40 лямов. Например, Windows 7 2009 года около 40 лямов, короче, строк кода. Причем Office 13 больше, чем Windows. Ну да, почему бы нет, в принципе, но это хотя бы странно. 50 лямщики. Кстати, macOS в 50 лямщиках, но мы сейчас дойдем. Windows Vista, кстати, 50 лямов. Microsoft Visual Studio, 50 лямов. Facebook, 60, больше, чем 60 лямов. US Army Future Combat System, больше, чем Facebook. на GitHub'е лежит, походу. Нормальная тема, А Борфит написано. Да, мне интересно как. И macOS X Tiger, например, версия 10.4, это не последняя, как я понимаю. Или не последняя? Уже? Tiger. Tiger далеко не последняя, это очень давно было. То есть, это прям вот... Вот она уже была больше, чем 80 лямов. Как году, в 2008 или 2009 был Tiger. Там же что-то, кстати, macOS переписывали, чуть-чуть переделывали. Может быть, конечно, и меньше строк стало, но больше, чем 80 лямов, тем не менее. Car Software, пацаны, измерили Car Software, она за 100 лямов просто. Да, просто Average Modern High-End Car. Упороться. Здесь есть еще какой-то mouse, Total DNA Base Pairs in Genome, это, видимо, как закодировано. В общем, mouse. Нет, нет, мышь, у реальной мыши, если ДНК посчитать в количестве... Если раскодировать ДНК, то она будет 120 лямов. 120 лямов. Ну и здесь чисто по прикольчику, чисто по прикольчику, Google, который типа All Internet Services 2 биллиона. То есть 2 лярда. 2 лярда строк. Вот такая инфографика. Зеваю, когда ты про Google говоришь. Кстати, здесь у Maus, под звездочкой, написано, что человеческий геном это 3,3 лярда. Ну это да. Больше, чем Google. Google. Мы сейчас должны сказать, что вот у наших подписчиков все-таки, скорее всего, меньше, чем у Google. Нет, у наших больше еще. У наших больше. Это у нас меньше. У нас, как у мыши. Это да. Я просто помню, что у нас модная была фишка, это все-таки хреносочность наших подписчиков, и мы как-то от нее отошли. А, возможно, больше, это не значит, что лучше, знаешь, ты говоришь? Уже переобуться по бывику, короче. Как Яндекс. Висячая фраза такая. Получилось, как висяк, в общем-то. Ну, короче, вот так у нас получилось обсудить. Я больше, чем уверен, что мы эту инфографику уже смотрели когда-то давно. Ну, это тупо тогда. Просто видишь, у инфографики написано внизу 2015 год. О, свежак. Вот, поэтому, а нам ее кто-то предложил или нет? Да, но у нее же Нерон Инсомниус предложил. А, да, Нерон Инсомниус. Это его косяк просто, и все. У него кумыш в геном, Кумыс? Как у мыши у него геном. А, я думаю, у него кумыс просто в геноме, прям внутри. Это тоже. Ну, мы не знаем, кумыс у него или нет. Давай пойдем дальше. Спасибо большое за предложенную новость, кстати. Достаточно прикольная. Вы, кстати, их можете предложать, именно предложать, на uwebdesign.ru, потому что у нас там открыта регистрация все еще. Мы сейчас должны по инфобизнесменам говорить, что вот только неделю после этого подкаста будет открыта регистрация дальше только за деньги. Дальше, как на Financial Times. Да, и каждую неделю говоришь, что только неделю будет открыта, ну, потому что так работает инфобизнес. Вот. И, да, можно у нас регистрироваться на сайте и темки прикладывать. Вот здесь в сайт-баре есть темы к ближайшему подкасту. Туда просто кликайте в комментарии, пишите, и обратная связь прям работает. Это круто. Давай. дальше погоним. Что нового в PHP 7.3? Ну, давай. Это все ждут. Даже, да, даже такие темки мы решили вдруг рассмотреть здесь. Этого никто не предложил по грусти. Вот. Но я все равно решил это включить в подкаст, потому что, это, знаешь, я вот вето. У нас, понятно, у нас там комитет целый занимается подбором тем. Но я вот наложил свое вето. У нас есть право тоже, как в последнем герое, иммунитет дать. Вот я этой темке иммунитет дал. Ну, в смысле, пропуская ее, как бы. Да, пропуская ее, чтобы ее не выкинуть, потому что иначе бы против нее все проголосовали. Ну, там и так и было, но ты сдал тотем. Я, да, я в последний момент, да, там же объявляют это позже, когда все уже зачитали записочки, угольками написанные на бумажке, я отдал тотем, и они заново переголосовали уже за что-то другое, за темку, как там оптимизировать джаваскрипт, там и так далее. Ну, хорошую, ну, хайповую темку убрали, а PHP оставили. Короче говоря, PHP-то живее всех живых, и он прям эволюционирует, и несмотря на то, что 7.3 версия она в бете сейчас, бета-3 вышла там 30 августа и 20 ноября они ориентировочно хотят выпустить 7.3.0 в релиз, они еще и говорят о 8.0. То есть здесь в 7.3 много они сделали деприкейшенов, которые вот в 8.0 деприкейтнутся окончательно. То есть они как бы вот живут, смотрят завтрашний день, и это даже как-то успокаивает. Я, кстати, как раз не далее, чем перед подкастом обновлял на наши супер-впс-ки PHP, и там я, правда, не перешел еще на 7.2 даже. То есть у меня все еще 7.1.2, потому что постабильнее. Хотя у 7.2, как мы увидим здесь из этой статьи, и после этой статьи мне захотелось прокачать, так сказать, до 7.2 наш PHP. Ну вот, да, сейчас дойдем. Короче, изменения. Ты вот, Никита, я не знал, может быть, наши слушатели тоже не знают, хотя, может быть, ты и знал, ты мне сейчас скажешь, ты что, это же дети знают. Есть такой формат строк в PHP, HarryDog и NowDog. Слышал ты такого? Ну, хотелось бы сказать, что слышал, или знаешь, хотелось бы сказать, что не слышал, но слышал. Но, к сожалению, нет, давай, что за HarryDog? Короче, вообще строки в PHP, как там, в обычных языках программирования... Ты имеешь в виду слаб на HarryDog? Да, и PHP, если подбухнет, он слаб на HarryDog, прям конкретно. Да. Есть строки в одинарных кавычках, есть в двойных кавычках, которые мы можем там эхать, присваивать куда-то там, принтить и так далее, и тому подобное. А есть такой формат HarryDog. Этот формат нужен для чего? Для того, чтобы большие стены текста не эскейпить, не надо, чтобы их не конкатинировать там через точечки и так далее, а просто, грубо говоря, открыть тег, вписать кучу текста и сказать, что вот этот текст, это строка. То есть реально, для больших абзацев это нужно, чтобы там переносы не делать. Ну, ты понимаешь, да, то есть когда ты несколько маленьких строчек совмещаешь в одну большую, здесь можно просто одну большую сразу писать и все. Синтаксис такой. Ты делаешь три знака меньше, потом называешь как-то эту типопеременную, только вот, ну, HarryDog этот, ну, например, EOT здесь в примере показано, и потом закрываешь его также EOT и точка с запятой. До PHP 7.3 обязательно было закрывающий тег, вот этот вот, ну, не тег, а, так сказать, ключевое слово, идентификатор в данном случае, потому что для каждого HarryDog он, собственно, разный. его критично было именно на новой строке писать, именно без пробелов и табов, то есть полностью самым первым символом на строке вообще, и после него, чтобы пустая строка была, и перед ним, чтобы был Enter. То есть там очень сложно, это, ну, очень жестко это было с этим все, ну, потому что вот оно так коряво парсится, что как бы, ну, надо, чтобы это символ, так сказать, завершения этой строки, прямо он вот выделялся из тысячи. Кстати, различия между HarryDog и NowDog ровно такие же, как между двойными кавычками и одинарными, то есть в двойных парсятся переменные, там что-то смотрятся, какие-то значения, в одинарных чисто текст. То же самое с HarryDog и NowDog. В HarryDog парсятся значения, а в NowDog чисто текст. Так вот, в 7 и 3 наконец-то можно индентацию делать у закрывающих, так сказать, символов HarryDog. Ну и получается у нас как кудрявые скобки, то есть их можно делать, так скажем, на одном уровне, а все, что внутри них, индентировать уже внутри. Ну это очень сложно представить на слух, слушатели, просто представьте, что HarryDog, если вы это записывали, вообще напишите в комментариях, кто реально использовал это дерьмо. То есть я об этом как один раз, ну не один, сколько раз я читал книжки про PHP. Сколько раз сюда ходили? Ходили, ходили, как-то вот не удалялся сегодня. Вот я, сколько вот книжек про PHP не читал, там всегда есть первый раздел, который про типы данных, всегда читаешь про типы данных строка, такой думаешь, ну там вдруг что-нибудь забыл, там это, так сказать, повторение мать учений, и там всегда про HarryDog написано, но ты такой думаешь, ну прикольно, может когда-нибудь воспользуйся, и не пользуешься этим. Вот напишите в комментариях, если вы пользуетесь вдруг, и почему именно, ну как бы, какой реально у вас был кейс, в котором вам это прям пригодилось, вы такие, блин, слава богу, я помню, что есть такой формат HarryDog, и можно быть на него слабым. Так вот, слушатели, просто представьте, что HarryDog пишется так же, как кудрявые скобки с внутренней идентацией, и все, это самое лучшее описание. Ну и, соответственно, идентация внутреннего должна быть больше, чем закрывающего, иначе не пропарсится. Короче, не делайте обминейшн всяких выводов, и тогда все будет четко, не будет никаких ошибок. Второе, нужно, не обязательно теперь, если вы вдруг используете HarryDog, ну и строку, например, в качестве аргумента в вызове функции, или там, в качестве элемента массива, после запятой этого HarryDog, теперь не обязательно делать Enter, как это было раньше, теперь можно сразу просто через пробельчик писать там следующую строку, либо следующий HarryDog, опять же, как бы всякое бывает. Ну, в общем, почему это именно первым значится в списке изменений PHP 7.3, ну вот такие там изменения, что вот HarryDog там является, так сказать, самым главным. Следующее, следующее, это можно теперь висячие запятые оставлять и в вызовах функций, и в массивах, ну знаешь, я вот всегда так в JavaScript писал, хотя ESLint ругается на это дерьмо, когда ты оставляешь лишнюю запятую, типа такой думаешь, а вдруг я потом еще один аргумент добавлю, мне не будет ругаться, что я забыл запятую, вот, ну, все сессии я тоже так всегда делаю, я ставлю точку запятую, даже самую последнюю, в самом последнем правиле, хотя по идее у последней можно ее не ставить, почему, потому что если я потом вдруг добавлю еще одно, чтобы он мне не сказал, блин, чувак, тебе не хватает точки с запятой, вот здесь то же самое, теперь это в PHP возможно, можно оставлять лишнюю запятую, ну, стоит сказать, что нельзя оставлять запятую перед первым аргументом, потому что будет тупняк, и нельзя оставлять еще и несколько запятых, то есть он будет говорить, что пропущен какой-то аргумент, но это и бред, уже реально совсем лишнее такое писать, это, конечно, не то, в общем, да, следующая это ошибка json throw on error, это такая константа, заглавными буквами пишется, которую можно теперь передавать в блок try, когда используешь json decode или json encode, и в кетче он будет писать реально текст ошибки, что произошло, то есть не просто null возвращать без именный, а именно писать текст ошибки, можете посмотреть вот здесь зрители, уважаемые пример кода, слушатели даже не представляете, просто можно последним параметром json decode или encode передавать json throw on error, и потом уже ловить json exception, следующее это в php, напомню для тех, кто не помнит, можно не только присваивать значение, а еще присваивать ссылку, как в c++ или как в джаваскрипте, то есть синтаксис такой, ampersand или ampersand забыл, по-русски ampersand, ampersand нужно добавить перед значением, которое ты присваиваешь, то есть переменная b присвоить ampersand a, мы делаем ссылку, что b указывает на a, если a меняется, то и b соответственно меняется, так вот, теперь такое же можно сделать в рамках функции list, функция list группирует несколько значений и возвращает массив, и соответственно можно теперь группировать несколько значений, включая ссылки, то есть мы можем загруппировать a и ссылку на b, и из этого получился массив уже целый, такие дела, удобно, если вдруг вы экономите супер память и действительно вам в какой-то момент нужно просто ссылку воспользоваться, хотя опять же, пишите в комментариях, в каких кейсах это реально дало какой-то супер прирост, мне интересно. Функция isCountable добавлена, как не трудно догадаться, функция возвращает булевое значение, либо true, либо false, и оно просто показывает, что число можно посчитать, то есть, ну, что знаю, не число, короче говоря, если вдруг вы передаете в isCountable не, я не знаю, что у нас не считается, строка, наверное, ну, какие-то, что, короче, что-то, что не считается, то не нужно делать теперь такую проверку, что, сначала проверяем isArray, то есть, массивы не считаются, а точнее, нет, массивы считаются, вот и тупой, и full instance ofCountable тоже считается, вот, вот, вот такая хреновина. Потом новые функции arrayKeyFirst и arrayKeyLast, они позволяют вернуть ключ первого элемента массива и последнего, соответственно, для First и Last, не меняя указатель в массиве, то есть, если мы вдруг его перебираем и использовали до этого ключ, то, ну, мы уходим в начало, так сказать, а эти функции позволяют просто вернуть ключ первого и последнего элементов, соответственно. Так, следующее, в PHP 7.2 предыдущей версии было имплементировано алгоритм хеширования Argon2, вместо, ну, как бы, как альтернатива BeCrypt, но он более крутой, более сильный и так далее. Вот Argon2 обновился, теперь у него есть надмножество 2D, 2I, 2ID, которые, ну, они более крутые, просто, они получают, там, опять же, несколько параметров, параметров, memory cost, time cost, параллелизм фактор, для тех, кто супер защищает пароли, прям, наверное, будет пушечка. Теперь, деприкейшен, и, также, чуть-чуть пробежимся, есть функция, была, функция, image to WBMP, она, соответственно, возвращает нам картинку формата WBMP. Я такой сижу, думаю, ну, да, то есть, опять же, это уберут, я так понимаю, в PHP 8.0 полностью, а сейчас пока просто будет каждый раз сообщение о деприкейшене показывается. Формат WBMP, это формат Wireless Application Protocol Bitmap формат, короче, это BMP-шка, только черно-белая, и она была придумана для WBMP интернета для суперстарых мобил, то есть, реально были алгоритмы, которые стандартные картинки переделывают вот в черно-белые такие монохромные пиксельные, потому что, вот, ну, они быстрее просто передавались по WB-соединению, и вот, вот это вот убирают из PHP, теперь нельзя будет после 8-й версии переделывать такие картинки, на самом деле, почему вот никто ни разу такие алгоритмы не имплементировал, ну, там, как сервис какой-то в интернете, ну, понятно, что уже это скучно, там, это для, там, олдфагов каких-то и так далее, но все равно прикольно, я бы посмотрел. Следующее, это теперь нельзя создавать константы, константы, как это, я забыл, регистра независимые, все константы теперь по умолчанию регистра зависимые, и если вы создаете регистра независимые константы, deprecation notice, о том, что все, нельзя, ну, тут всякая хрень, типа, когда мы ищем позицию какого-то там элемента в строке, если мы туда передаем цифру, реально интежер, то теперь будет не ошибка, а будет переводиться это число в строку, и уже эта строка искаться, соответственно, в исходной, ну, и так далее, и тому подобное. Здесь, кстати, сама статья находится на блоге kinsta.com, это блок, который вообще-то продает супер премиум вордпресс хостинг, ну, и они, естественно, кичатся тем, что мы уже будем вводить PHP 7.3, он супер классный, он даже быстрее, чем Hip-Hop Virtual Machine, который та самая фейсбуковская, да-да-да, даже быстрее, чем она, и вообще супер вау, и, короче говоря, покупайте у нас хостинг. Я же могу им ответить, что хостинг надо покупать у Smart Tape. Нихрена ты ответил. Прям да, ewebdesign.ru slash Smart Tape, если хотите поддержать нас и наших партнеров, то переходите по ссылке в описании и здесь у вас в подкасте сейчас в подкасте в подсказке сейчас всплывал. Да и в подкасте тоже. И в подкасте тоже всплывала ссылка на Smart Tape. Попробуйте, там у них есть и VPS-ки, и шарит-хостинги, и VDS-ки, можно сервер арендовать, и даже домены через них покупать удобнее и быстрее. вот на Smart Tape они давно уже внедрили 7.2 на шарит-хостинге, и соответственно на VPS-ке тоже, если вы поставите, то у вас он будет, потому что они не вне, Smart Tape не лезут в то, как вы работаете с VPS-кой. Захотели поставить 7.3 B2.3, поставите 7.3 B2.3, будете радоваться, и да. Я даже не знаю, что еще прокомментировать про что новое в PHP 7.3, кроме того, что я был реально удивлен, что он прям живее из живых. То есть он не дергается в вагоне, как какой-нибудь там, я не знаю, я сейчас не буду никаких аналогий привести, ну реально, я думал, что уже все, но еще пока, видимо, не все, еще вот живет проект, и все еще гигантское количество, там, миллиарды сайтов на нем работают, и выглядит все достаточно оптимистично. Как-то так. Это круто, это круто. Идем дальше, следующая тема FBI прокомментировал, и пишет, заходит темка, двоеточая скобочка, ну как бы смайлик. И он, видимо, НЛП-шит нас, типа говорит, заходит темка вам, чуваки, вам заходит темка, и скидывает темку удивительные вещи из СССР. тема с какого-то телетайпа.in, удивительно, что с таким доменом, точнее, с таким названием, он какой-нибудь не под блокировкой, я не знаю, все, что у нас в деле. Я думаю, я думаю, что этот домен как раз и появился, как замена телеграфу, который как раз блокировал, и здесь вот в него можно войти под телегой, именно, я думаю, что вот это просто для того и придумано. Ну ладно, давай. Ну окей, удивительные вещи из СССР, здесь просто фоточки, плюс небольшие пояснения к чему-то, удивительных вещей из СССР, как вы могли догадаться. И вот, например, давай начнем с чего-нибудь суперинтересного сразу же. Вот, допустим, машины на вот таких лыжах, как-то, видишь, да? А это аэросани, известные под названием Север-2, были сконструированы для советских вооруженных сил в 50-х годах 20-го века. Неужели они после Второй мировой войны думали, что кто-то с Северо-Ледовитого океана нападет? Возможно, они, видимо, отовсюду ждали, тем более, что холодная война. Вот, построили такую хреновину. Дальше, короче, смешное, дальше смешное. Например, в Советском Союзе были роботы. Хрен его знает, что они делали, но множество роботов в Советский Союз действительно был хорош в создании роботов. На фото выше, ну, в скобочах ниже, конечно, мы видим нержавеющего администратора. Это робот, спроектированный и собранный гениальным советским акробатом, атлетом и иллюзионистом Анатолием Соколом. На фотографии он запечатлен вместе со своим созданием в 66-м году. И здесь, ну вот, опять же, есть фотографии с роботами, непонятно, что они делают конкретно, хотя здесь вот даже есть, где то ли квас, то ли пиво тетенька наливает роботу, электрону, и он практически не отказывается, он принимает стакан. Но он, видимо, отдыхает, не на работе он в тот день. Не, он, да, он в этот момент отдыхал. Здесь, например, вот есть, где роботы переходят дорогу, а ГАИшник останавливает, как бы, движение транспорта. В принципе, все такое, ну, как будто уже вот, вот они, вот они, киборги рядом с нами. Хотя на самом деле, конечно. Я знаю ответ на вопрос, почему загнулось, почему никто реально об этом не говорил и не писал. Не знаю, возможно, функционал все-таки был не такой широкий, как мы думаем, обычно про роботов. Ну, типа, это просто внешний вид какой-то консервной банки. Внутри там, наверное, мозгов-то не очень много было. Смотри дальше, короче. Тут просто уже пошли прикольчики и приколюшечки. Например, вот такая была ваза из людей. Как тебе? Вот такая просто, это олимпийский, наверное, огонь или олимпийское что-то. Опять же, в 80-м году в Москве открытие олимпийских игр. Вот из людей прям. Прям друг на друга. Что ты знал? У меня теща выступала на открытии, она тоже гимнастка, я не знаю, мастер спорта она или кандидат. Возможно, она где-то здесь. Не знаю. Тут ее можно найти, да, тут ее, возможно, можно найти. Кто найдет, опять же, ставьте лайк. Фарфоровые собаки-космонавты. Здесь уже из фарфора уже, ну, вы помните, что собаки полетели, лайка, все такое, 57-й год. Почему лайка, белка и стрелка? Не, белка и стрелка, ну, в смысле, что ты имеешь в виду, здесь просто написано, в 57-м году собака лайка стала первым живым существом с планеты, Земля, высшим на орбиту. Здесь имеется в виду, что... Потому что тут две, поэтому я думаю, это все-таки именно те две, которые белка и стрелка. Погоди, так лайка это порода? Нет, тут заглавный. Значит, это реально кличка. Ну, короче, белка и стрелка это лайки. Чтобы ты понимал. То есть, это, ну, короче, лайк это символ, наверное, существа, которое полетело. И здесь, собственно, вот все вот это сделано из фарфора, опять же. Ну, прикольно сделано. Тут чувак еще пишет, очень смешно, что типа на ebay супер там дорого это все. Может быть, даже это и не шутка. Может быть, реально дорого. Возможно, абсолютно не шутка. Первый мобильный телефон Altai. Посмотри, как выглядит. А? Как тебе такое? Nokia 3310 отдыхает. Можно, мне кажется, таким лед рубить. Вот прям. Телефон. А Altai это до свидоса вообще. Это ими были вооружены те, которые на тех машинах северных были. Да-да-да. Против роботов, которые восстали. Мы-то не знаем почему. Многоканальный дисковый телефон. Зацени. Тоже. Кнопулечки. Диск. Подожди, он реально был. То есть, это, я про Altai сейчас. Это не шутка, это не шутка. Охренеть. В 63-м году, за 10 лет до того, как Монторола представила первый мобильный телефон. Ну, там, естественно, как ты понимаешь, связь была такая себе. Нет, я думаю, он проводной, судя по всему. То есть, лучше, я имею в виду, чем Билайн. Лучше, чем Билайн сейчас. Это стопудо. да. Тетрис был изобретен в 1989 году в СССР, кстати, если вы вдруг не знали. Если вы вдруг думали, что Тетрис, например, Нинтендо, как здесь и написано, что это Нинтендо, был изобретен в СССР. Подожди, а как? У нас филиал Нинтендо? Возможно, Нинтендо издали его. То есть, разработчики наши были, а Нинтендо издатели. Или это клон все-таки? Там написано, что... Не знаю. Ну вот, окей, ладно. Точная копия компьютера Apple, которая называется Агат-4, клон Apple 2. Он такой красный в натуре. Агат, как будто он Агат в натуре. Красный компуктер. Такой, как будто телек, на самом деле, который смотрят охранники. Который стоит на каком-то таком системе. Все еще такое супер пластмассовое, дрэковское. Вот я именно как будто играл мелкие в детстве вот такими игрушечками. И, короче, вот это... Там какой-то осциллограф еще на экране. К сожалению, да. Не то, чтобы здесь 20 тысяч строк-кодов, 20 миллионов. Не то, чтобы Тетерис, от Нинтендо, опять же, от нормальной компании. Советский проект умного дома Сфинкс. Как тебе такое? Уже тогда умный дом был. Суперфункциональная, интерьерная, коммуникативная система выглядит так, будто ее взяли из голливудского научно-фантастического фильма от 70-х годов. Мне напоминают Звездные войны. Какие-то вот эти желтые штуки, они напоминают мне интерфейсы, когда в четвертом эпизоде в Новой Надежде летела Звезда Смерти Алдеран уничтожать. И там она именно к желтому Алдерану летела. Кстати, там еще были оранжевые экраны. Это в тему там... В тему темы, простите за тавтологию, где мы рассказывали, что все были голубые экраны. Вот нет, там были оранжевые, я прям помню. Я думал, ты скажешь, что это то место, где Кайло Рен рубил такие панели там со злостью. Да, да, смешно. Да, гигантская радиолокационная станция в Чернобыле, между прочим, выглядит достаточно так, ну, страшновато. гигантская. Как все, да, как все в Чернобыле, в принципе. Достаточно заражена радиация, я бы даже сказал, выглядит. Вот. Кстати, до сих пор полностью неизвестно, как использовалось это изобретение во времена Холодной войны. Грандиозные автомобили здесь пошли такие, действительно, ну, они как концепты, мне кажется. Это в основном выглядит так, как будто это прям, ну, смоделировано. Не то, чтобы действительно такие тачки хоть кто-то делал вообще, хотя бы разулю. Особенно, ну, ладно, хорошо, ГАЗ-16, но ГАЗ-16, точнее, это фиолетовая хрень. Вот галактический электромобиль, вот, короче, хреновина, которая как в Солярисе, как будто чувак стоит, ну, тут уже до свидос, тут какие-то, реально, Тарковыч, короче, Тарковского взяли, искали чувак за дизайнером с этим автомобилем. Просто на дороге автомобиль мог достигать скорость 120 км в час. Ну, это неплохо, это достаточно сильная скорость. Что еще? Фуникулер на двоих, Крым-Ялта, зацени. Здесь они уже, как бы, в HTC Vive, видимо, едут на глазах. Возможно, в каких-то там, в советской виртуальной реальности уже пребывают. Круглые бытовые приборы, но мы знаем, опять же, здесь вот как будто практически продолжение той линейки пылесосов, ракета. Подожди, это стиралки. Это стиралки, да, я к тому, что по дизайну, это как будто вдохновлялись, как будто вдохновлялись. У нас, кстати, есть ролик про советский дизайн, хочется просто на халявку пропиарить свой же ролик, который набрал ни хрена просмотров. Напомню, недооцененный. Один из самых наших недооцененных по масштабу, потому что мы реально потели, пыхтели, ты монтировал, Алина снимала, я наговаривал там что-то. Да, да, так суть в том, что мы сто раз перезаписали, и причем, наверное, люди думают, что там суперскучнятина какая-нибудь на экран скрин записан, а там именно видосик, чуваки. Там именно в музей ходили, да, я сейчас на подсказке у вас всплыло, я поставил маркер, чтобы не забыть добавить, поэтому оцените, попробуйте, так сказать, пропустить через себя. Текстиль с пропагандистскими рисунками. Кстати говоря, я вот когда посмотрел, ты просто листай, скроль, посмотри, какие-то там текстили, и я в Эрмитаже, по-моему, или в Русском музее, в Эрмитаже, короче, в Питере, по-моему, в Эрмитаже я это видел, там есть, короче, кусочек про советскую культуру, естественно, ну, вообще большой достаточно кусочек, там есть реально куски материала, какие-то платки, там еще какие-то занавески, скатерти, реально, короче, с вот такими, ну, такими рисунками, орнаментами, или как это сказать, как-то повторяющийся, когда, как он называется, ну, паттерн, я не знаю, да, типа с паттерном, да, с неким паттерном, где реально Ленины, например, бошки, или, например, реально, короче, серпы молоты, то есть там вообще по досвидосу, и вот тут на картинке не видно масштаб, да, а там реально, представляешь, платок огромный, условно, и на нем полностью замощен, ну, точнее, размножен Ленин, например, это выглядит досвидосно, особенно если такое, как бандану повязать, можно прям реально на районе, вот там, где Гроув стоит, все в банданах зеленых, да, только, короче, с Лениным выйти и всех заколбасить, именно заколбасить. Нормально. Да, легендарный реактивный поезд здесь, например, но он тоже какой-то чернобыльский, если честно. Дальше что еще из прикольного? Ну, здесь, на самом деле, пошло про архитектуру, у нас как-то архитектура немного подзагнулась, что-то никто не предлагает, во-первых, интересного про архитектуру, и мы что-то ничего не находим. Ну, здесь, короче, типа, планы, здесь планы, не то, чтобы здесь настоящие вещи, здесь, типа, хотели бы построить вот такого, опять же, огромного, я так понимаю, Ленина, как статую. Ленина, просто, ну, это еще и дворец Советов, то есть, тут бы Советы сидели, и оно было бы выше, там, чем Нью-Йорковское здание и Эйфелева башня. Понятно, что сейчас уже арабы, там, в Дубае, у себя понастроили, еще выше. Я думаю, что да, сейчас уже есть выше. Проект, конечно, да. Проект грандиозный был. Здесь еще дальше, посмотри, тоже какие-то такие здания, прикольные. Домаэрофлота написано. Да, да, вот смотри, речные ракеты дальше всякие. Ну, это же такое, как бы, непонятно, что. И оно, причем, речные ракеты, они реально существуют, и где-то там в лесах ржавеют. Вот прикинь, ты, короче, идешь по лесу, и в болоте ржавеет вот такая хреновина, футуристичная. Да уж. Вот, ну, так что. Она не фонит, интересно? Я не знаю, фонит она или нет, но спасибо FBI, я надеюсь, он не фонит, когда предлагал нам эту тему. Короче, но смотри, смотри, следующее, в продолжении этой, как бы, даже не в продолжении, а перепрыгивая, как сказать, в общем, назад в будущее, практически. Россия 2077 предлагает нам тему Дим... Димион, короче, Россия 2077. С Канобу, а с Пикабу, точнее, с Канобу. Это Димон, просто единичка после каждой буковки. Да, да, это Димон с единичками. Короче, Россия 2077, потрясающий арт от Евгения Зубкова, отсылающая к Киберпанку 2077. Здесь в натуре, короче, переделанные фотки из России, собственно, из суровой России в стиле Киберпанка. Даже не обязательно отсылающие нас прямо к игре, не обязательно, просто переделанные в стиле типа Киберпанка. И вот, например, мы видим здесь, ну, я не знаю, это шестерка, ВАЗ-2706, или что это? Нет, это семерка. Такая с турбинами, ну или семерка. Это шеточки радиатора. Я не шаю, ну, 2077 с какими-то супер, короче, колесами досвидосными, какой-то турбиной, на лобовом стекле сразу какая-то там отображается голограмма, чтобы легче лететь было по нашим дорогам. Досвидос. Естественно, синяя, чтобы еще больше всего напрягаться. Вот, тут в метро есть, короче, уже люди-роботы, какие-то собаки-роботы, сидят две девушки с лицами эмодзи, короче, и тут досвидос происходит. Здесь чувак, видимо, возможно, в военкомате. Да, мне тоже кажется, это военкомат. Тут его кибертерапевт, кибертерапевт его исследует, а тот чувак, у него уже там просто досвидос какие, эти, аугментации на глаза и вообще на все. Самое забавное, что там справа на стене тоже постеры именно уже про аугментацию, то есть не просто там. Да, да, там именно, что если у вас чуть-чуть заболел там верхний железный сустав, вот, короче, дальше детки там что-то изучают на уроке, причем детки в одинаковых абсолютно шлемах, да, вот, короче, потом, что почта России, ну, почта России должна была такая же, остаться по прикольчику, но, к сожалению, киберпочта России здесь уже тоже что-то там, опять же, все равно руками передают там какими-то, что-то там непонятно. Там просто лишь дрон, дрон еще что-то летит. Но дрон что-то летит, делает, да. Потом дальше, короче, такая полусельская местность, где мужчина пожилых лет уже несет в воду, все еще носит воду в ведрах, но уже, опять же, с аугментациями какими-то там за спиной, да с виду с крыльями. Ну, там просто еще, видишь, там сюжет, там сзади у него написано, что будет произведено отключение воды 15 октября 2077 года. и он типа несет, чтобы... Да-да-да. Все еще, отключение воды продолжает быть в 2077 году, но, тем не менее. И обратите внимание на дорожные знаки, там круг для роботов, то есть нельзя роботам идти типа сюда. И там пешеходный переход, и на пешеход, он тоже в шлеме каком-то. Он уже тоже полуагментированный, короче. Да-да-да-да. Да, потом дальше УАЗик с дроном, ну, это такое, УАЗик с дроном, который может переходить на каких-то щупальцах непонятных, он уже там, досвидос. Потом РКН, башня РКН такая мощная, как будто это реально суперкорпорация, несколько. Они уже как глаз смотрят на нас вот этим своим логотипом. Они же как обитаемые монстры у, забыл, у Стругацких. Да-да. Они именно зомбируют, уже прожигают мозги просто все. Да, они именно глазом мониторят, смотрят на пол прям, именно знаешь, как Саурон, короче. Вот, ну и здесь еще тоже кибербомж такой, который лезет киберрукой в кибермусорку и какие-то там достает, опять же, утилизация роботов, он какие-то куски своих друзей, возможно, достает оттуда. Ну вот, короче, вот такая прикольная интерпретация. Я не знаю, будет ли это в 2077 году. Ну, мы посмотрим, я думаю, подкаст-то будет, киберподкаст будет продолжать работать, как бы. Это точно, да. Еще дети начали его будут писать. Кибердети, естественно. Кибердети, да, конечно. Вот. Ну, собственно, давай. Я вижу просто, я уже вижу, что там WordPress, уже вижу. и у нас сегодня, знаешь, такой, как бы, киберподкаст, и он такой, опять же, назад в будущее. У нас вроде супер хай-течные темы сменяются темами про PHP, да, и про WordPress. Ну, давай, что там, Гутенберг? Я просто сейчас чуть-чуть вернулся на Пикабу, и мне интересно, вот этот чувак про 2077 Россию, это он же, типа, писал про про Челябинск там, и все такое. И нет, я просто к нему перешел, именно на его страницу, и там, какой-то художник вроде как, по-моему, что-то такое. Ну, да хрен пойми, у него там много раз, но у него именно смешной мемасик есть Bears, а потом у них ушки замазаны, и просто B, потому что Ears как бы замазаны. Я понял, Смешно. Я прям даже, не знаю, я тебе это в Skype скину, потому что, почему бы и нет? В Skype можно скинуть, согласен. Окей. Так, сейчас. Смешно, что ты еще именно басом это начал говорить, так, сейчас. Я просто издевал. А, понятно. Сам понимаешь, Гутенберг дальше, поэтому надо ну, дальше, да, хай-тек. Заземнуть. Джефф нам пишет на ВПТ, вернее, о том, что вышел Гутенберг 3.7. Давай поясним, что такое Гутенберг 3.7, все-таки. Версия чего? Уже тебе говорит по детям. Чего? Есть, конечно, такая система для управления сайтами. Вордпресс. Давай, слово, слово печатать. Да, слово печатать. Чего? Какое печатать? Ну, пресс, это, я не знаю, как можно перевести. Пресса, наверное. Ну, да, печатать, в общем-то, тоже. Короче говоря, и на нее с релизом 5.0 нам всем навяжут новый редактор Гутенберг, который он на блоках основан, и он что-то вроде пейдж-билдера дефолтного, вот, только не пейдж-билдер, а немного другой. Так вот, его нам навяжут в 5.0, но уже вовсю тестируют его, тем не менее, там, с 4.9, с 4.9.8 там сейчас, и вот вышла версия 3.7, которая, ну, тут они уже чуть ли не каждую неделю его обновляют, потому что стараются учесть, так сказать, все пожелания, там, может быть, Мэтт Мулинвек, как арабас-барабас с плеткой стоит, и заставляет всех делать Гутенберг, не знаю, вот, ну, в общем, кроме всего прочего, там, кроме исправления кучи багов, есть режим зафиксированной панельки, то есть, например, вот эти всякие там по центру слева, жирный курсив и так далее, оно скролится вслед за тобой, то есть ты скролишь по тексту, а панелька эта сверху остается, как в Вардесс, ленточный вот этот дизайн, это, кстати, опциональный режим, то есть его можно и отключить, если вдруг они вам нахрен не упали, но тем не менее, как бы, как вариант, а потом появилась кнопка transform, то есть ты можешь выделить кусок текста или целый блок, и его переделать из заголовка в параграф, или наоборот, из параграфа в заголовок, ну, то есть, чтобы тебе не делать, там, копировать, удалить старый блок, вставить новый блок, вставить, ты можешь делать трансформацию, ну, из похожего типа блоков, то есть из текста в текст, например, из параграфа в цитату, то есть из параграфа в YouTube ролик ты не можешь переделать, потому что это неравнозначное дерьмо, вот, кроме этого, есть режим, как это называется, distraction free, то есть без, 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 как это сказать-то, я забыл перевод, без отвлечений, короче говоря, когда один блок у тебя только подсвечивается, все остальные теряются, и ты, грубо говоря, тебя ничего не сковывает, ты просто пишешь, и все, ты остаешься наедине со своим текстом, многие хотели этот режим, я даже когда-то ставил какие-то, именно, еще когда Гутенберга не было, я ставил какие-то, опять же, хипстерские плагины, которые этот режим включали в WordPress, и это типа, знаешь, для того, чтобы преодолеть вот этот блок писательский, когда ты там начинаешь писать, и тебя все бесит, отвлекает, и ты ни хрена не пишешь, мы-то все знаем, что это просто называется лень, и как бы да, но вот были такие плагины, вот в Гутенберге тоже они это ввели, потом изменили, иконку для параграфов, заголовков и подзаголовков, чтобы их было удобнее различать, вот, ну и собственно все, то есть вот такие не сильно обширные изменения у нее были, и я даже не знаю, как на этом еще остановиться, мы по-прежнему, я считаю, что Гутенберг это кусок говна, мне он не нравится, он кучу лишней верстки вносит в темку, то есть если вы хотите там супер пейдж спид инсайдс, то ничего у вас не получится, кстати, Гутенберг на реакте написан, нужно тоже вспомнить, то есть ты анти Гутенберг, я, да, я прямо на баррикады пойду, я себе сделаю платок из зачеркнутого Гутенберга, замощенного, ладно, предлагаю идти дальше, кстати, дальше опять моя темка, давай, нам Пушкин ее предложил, причем именно, причем это сильная темка, а это сильная темка, это самая душная темка нынешнего подкаста, я постараюсь ее, я, даже душнее, чем про PHP, еще душнее, хуже просто в сто раз, несмотря на то, что мы ее все равно взяли, я скажу, что я как раз на канале в описании Echo, который тоже есть в телеге, подписывайтесь, это мой личный канал, я там пишу всякое, на самом деле почти ничего не пишу, но тем не менее, подпишитесь, так вот, я там выложил эту темку, написал, что ознакомьтесь на английском, она реально классная, ее просто нужно читать, вот, когда у тебя есть свободный час, чтобы вылить, ты имеешься за чашечкой чая там, или кофе, или смузи, или что-то подобного, нужно просто ее открыть, вникнуть в английский язык, во-первых, качнуть язык, потому что здесь много таких красивых оборотов, это такая художественная темка, на самом деле, ее написал некий зад рано, зад, ну у него, видимо, действительно была рано, там, где у него зад, ну, или у него задран зад, ну, как ты, как ты написал эту статью, вот, ну, короче говоря, она, зачем вообще, он бы хоть, ну ладно, он бы хоть псевдоним, там, допустим, перед, перед как, что-нибудь, ну, завалил, мне кажется, это и есть псевдоним, то есть, кроме шуток, это что-то из ведического дерьма, потому что у него тут как раз про духовные практики все написано, то есть, он о том, что, это, кстати, еще на под-медиуме personal growth, то есть личностный рост, вот, здесь очень классный арт, вот эта девочка с книжкой, у нее, кстати, есть source, ну, где это, ну, на какой-то пиксабей, можно посмотреть, girl said no slowness, вот такие теги, в этой картинке, оптимистично уже, на самом деле, оптимистично, уже хорошо, в общем, зад, нам пишет статью, которая называется «Почему мы никогда на самом деле не удовлетворены?» Потому что, возможно, нас зовут Затараной, ну, ладно. Вот. Просто, возможно, он бы как бы, если бы у него фамилия была Попа, то как бы его так и не называли? Зат, Попа, это да, это нормально. В общем, он нам анализирует труды какого-то философа Людвига Витгенштайна. Интересно, уже хорошо, продолжай. Да. Они разрешены вообще на нашей статье? Я не знаю, если нас, если Яндексу предложат удалить ссылки на нас, то, видимо, вряд ли разрешены, а если нет, то нормально все будет. Короче говоря, Людвиг Витгенштайн говорил о том, что я не буду, это здесь реально, просто эту статью, ее нужно, я 50 хлопочков ей, кстати, поставил пользу, случаем скажу. А ты зажимал? Я зажимал, я теперь зажимаюсь. Ну ладно. Хотя я и сделал на трекпаде, чтобы можно было просто тапом жать, даже тапать 50 раз я не хотел, поэтому я просто зажал и все. Так вот, я не буду все пересказывать, это вкусная статья, которую либо полностью читать вообще просто, ну, как диктант, либо рассказать своими словами. Вот я выбираю... Я хочу узнать, да, своими словами, конечно. Она о том, что, как мы с тобой уже знаем, прошлое, оно нам не принадлежит уже, а будущее нам еще не принадлежит. И надо жить просто полностью настоящим. И на самом деле удовольствие, оно в том, что просто ты осознаешь в том, что ты живешь в настоящем, что у тебя есть это настоящее. И тот факт, что за каждую секунду своего времени ты можешь решать, что ты делаешь в настоящем, это уже величайшее счастье. И он почти всегда говорит, что вот единственное, что нам мешает вообще по жизни, это наш внутренний голос. Это тот голос, который говорит, раньше было лучше. Это тот голос, который говорит, делай вот так сейчас, потому что завтра о тебе могут подумать другие. Это тот голос, который оглядывается на наш прошлый опыт и тот, который нам предугадывает то, что нас ждет в будущем. Но на самом деле это самое вообще плохое, что может быть в жизни, потому что это определяет то, как мы живем в настоящем. И оно нас заставляет жить не так, как мы бы жили, если бы не задумывались о том, что завтра о нас подумают люди. Типа там, знаешь, надо купить новый айфон, потому что завтра меня будут стримать, что у меня старый айфон. Да нахрен он бы тебе не был нужен. Ты бы сейчас поехал, просто отдохнул, искупался где-нибудь там на море, на озере и жил бы припеваючи, то есть и был бы счастлив. Ну и абсолютно утрированный пример. Здесь, естественно, не было таких вещистских каких-то примеров, то есть здесь он достаточно духовно затрано написал нам о том, какая у него рана. Ну и, в общем, да, полный вид Гинштайн у него здесь. Статья реально крутая, то есть особенно нам Пушкин предложил целых три подобных, то есть там 300... Погоди, погоди, то есть ты все, это вся мысль? Ну, одна мысль, да. То есть вот давай я прочитаю топ-хайлайт, то, что почти все выделили. Любое отсутствие удовлетворения, которое мы переживаем в нашей жизни, рождается от такого предиката. Мы так сильно привязаны к нашей воображаемой внутренней истории о том, кто мы такие, что это вызывает у нас дискомфорт и страх. Мы забываем о том, что мир вокруг нас, перед нами на самом деле абсолютно не подчиняется той истории, которая у нас в голове. Он просто есть такой в своей красоте и своей простоте. То есть, видишь, здесь опять говорит о том, что наш внутренний голос, он подстраивает нас и делает воображаемый мир какой-то. То есть не тот, который вот есть на самом деле, который просто сухие факты, а тот, который, а вот вдруг они подумают, а вот я сделаю так и будет классно, потому что обо мне будут думать так. Даже дело не в том, что именно там о тебе будут думать, а ты сам о себе. Вот, будет классно, если я сделаю так, я буду себя уважать, потому что я же там давал какое-то обещание там сам себе, я там спорил с собой. Да вот нет. То есть это, грубо говоря, это величайшее заблуждение в том, что кому-то там до тебя есть дело, в том числе тебе самому до тебя есть дело. На самом деле нет. в каждую секунду настоящего мы просто есть, мы живём, и нужно... То есть здесь не говорится о том, что нужно пойти, купить у ближайшего барыги героина, бахнуться просто и жить припеваючи. Не говорится, но подразумеваю. Скорее всего, да. Но нет, здесь на самом деле просто о том, что нужно себя осознать в каждом моменте настоящего, что нету прошлого, нет будущего, оно никак не должно влиять на наше настоящее. То есть, ну, я, конечно, понимаю, что он не имеет в виду, что там не нужно строить стратегических планов, например. То есть там откладывать деньги сегодня, чтобы там что-то купить завтра. Хотя, вообще-то, он здесь об этом тоже говорит, что у нас вся современное общество, они так устроены, что мы идём на компромисс сегодня, чтобы что-то получить завтра. Хотя зачастую завтра так ничего и не получаем. То есть все кредиты так устроены и прочие там всякие ипотечные штуки. То есть вроде как бы жил бы сейчас, снимал здесь квартиру, здесь и сейчас. Это было бы в сто раз удобнее, чем реально там брать квартиру в ипотеку и 30 лет за неё расплачиваться. Типа того. Вот. То есть ну и он считает, что максимальным достижением, которое мы могли бы достичь, простите за эту автологию, это вот избавление от этого внутреннего голоса, избавление от оглядки на прошлое и от заглядывания в будущее. Потому что это не должно определять то, как мы счастливы и рады в настоящем. Я не знаю, у тебя вот моё вообще представление вызвало какие-то эмоции? Что-то вот захотелось бы сказать? Мне, во-первых, понравилось. Единственное, что я хотел, так сказать, заметить, что, видимо, поэтому автор продолжает называть себя Зата Рана, потому что ну как бы ему не волнует его. Как кому, кто к кому относится, как он к себе относится. Ну поэтому почему нет? Зата Рана и нормально. Но вообще, на самом деле, понятно, что мысль-то здравая, вообще-то, в принципе. С другой стороны, мы же понимаем, что социум вокруг нас, и как бы человек это социальное существо, очень сложно вот так взять, да, и как бы насрать на всё. Поэтому тут как бы Зата Рана, что он кашкрутой, но он, видимо, глубоко где-то в Индии слишком проживает, возможно. И, ну, глубоко в буддизме, так скажем. В нашем меркантильном мире это как бы такое. Просто да, я вот ещё являюсь читателем блога zenhabits.net и там-то как раз Лео Бабаута, простите, Бабаута, он... А как будто есть разница, ну да ладно. Он-то как раз тоже глубоко в буддизме или в кришнаистстве, я, честно говоря, так и не разобрался. Ну, в общем-то, и насрать, он особо ничего не навязывает. Вот он на полном серьёзе пишет более приземлённо. Он каждый раз... У него там тоже духовные практики. Ну, кроме того, что он там продаёт свои курсы, можно, естественно, не покупать у него курсы, а просто читать его бложи, как это делаю я. И там у него на полном серьёзе он всегда пишет, я такой же, как вы. Я тоже там прокрастинирую, я тоже там жиру жирное на ночь там, ну и прочий бред. Вот. Ну и он там рассказывает о том, как он это преодолевает, он там всякие челленджи себе устраивает каждый месяц. Ну, это прикольно. Реально классно. Вот. Ну и он там достиг того, что у него там 10 детей. Он там, когда путешествует, он берёт с собой только одну майку, только там одни трусы, зубную щётку и всё. То есть и он... Потому что больше ничего нет, потому что 10 детей. Вот. Вот да. Но он опять же пишет, что я не заставляю, типа, так же делать жену и детей. То есть это мой выбор, это я так, ну, как бы освобождаюсь от всего лишнего и так далее и тому подобное. Вот у него более это прикладно и классно написано. Я здесь зрителям показываю. Слушатели, просто представьте, zenhabits.net. У него причём... Он даже не нуждается в рекламе. Почему? Потому что у него... Я посмотрел, и zenhabits.net, я сейчас даже попробую продемонстрировать, он находится то ли в топ-100 самых популярных сайтов мира, то ли в топ-1000. Ну, то есть реально, у него Alexa Rank какой-то настолько невообразимо гигантский, что какого хрена его реально читают миллиарды людей? То есть, ну, может быть, миллионы, я сейчас преувеличу, сейчас я открываю. 42 878 Alexa Rank. То есть это сайт 42-тысячный по посещаемости в мире. Ну, то есть, учитывая вообще количество сайтов в мире, это завораживает реально. Ну, и у него здесь... Если посмотреть, то год назад у него был 35-тысячным сайтом в мире. То есть, ну, у него чуть-чуть падает посещаемость. Это у Баба Утыча? У Баба Утыча, да. Это просто космос. Обратных ссылок у него порядка 20 миллионов на его сайт. Нормально. Вот. То есть он не нуждается в нашей рекламе совершенно. Я боюсь представить, сколько денег он рубит. Мы нуждаемся в его рекламе. Это точно, да. Я почему... Он пишет, что у него 2 миллиона читателей, там, РССов, рассылок и в Твиттере, и в Фейсбуке. То есть, как бы, понятно, что какая-нибудь Ивлеева и Дуте, больше у них читателей, но тут, если он реально курсы еще продает, и хотя бы там 1% даже людей у него реально покупает эти курсы, а курсы у него подписочные. То есть у него... Ну, как у... Он, то есть, фанэшнл таймич, на самом деле. Да, он, на самом деле, он как бы в одной футболке с одной замочилкой, но с портфельчиком идет. А, ну ладно, нормально так. Вот, я это имею в виду, да. И, ну, и у него тут реально 7 дней бесплатно можно, а так 15 баксов в месяц. Почти как у Фейнэншал Таймс. Бо-боу-тыч, а? Вот. И он тут недавно писал, ну, как не недавно, года 2 назад он писал, как у него отец умер, как он тоже там преодолевал. То есть у него реально прикольные статьи, в отличие от Затраныча. Не, ну, это тоже имеет место. На самом деле, в смысле, он написал-то все круть, все круть. Но он, короче, настолько, типа, уже нерваныч, что, типа, забыл про такие вещи, как реально социализация. То есть, ну, типа, нельзя, но, типа, он настолько уже не человечич, он уже именно духач, до свидос. Что, короче, такое писать, это вот, ну, неприменимо, до свидос. Ну, вот да. То есть я, Баба Уточ, он более наш, он более земной, мирской, несмотря на то, что он в космосе уже. Хотя, может быть, он поэтому и мирской, потому что он как бы уже, да. Ну, все в космосе. В общем, вот как-то так. Идем дальше. Идем дальше. Следующая тема, это дизайны метро от Лебедича. Дизайны метро от Лебедича. Ну, у нас, собственно, в принципе, уже пошел блок дизайн под конец, не с хрена. И здесь сейчас я рассмотрю две статьи, две? Две статьи про то, как задизайнили чуть-чуть, буквально задизайнили новые станции метро. Точнее, даже надписи, название новых станций метро в Москве. Новая Переделкина. Очень хочется прочитать Новая Переделкина. Естественно, все. Естественно, все так и читают. Поэтому Новая Переделкина. Просто зацените наш шрифтик. Здесь немного Лебедич пишет, что вот, типа, заценили вообще, как выглядит станция метро. И я вам сразу могу сказать, что здесь никакого консистенции нет. То есть, как вы понимаете, старые станции метро никто передизайнивать Лебедичу не дает. Соответственно, никакого консистенции. Вообще все станции метро, что, например, в Петербурге, что в Москве, они так или иначе разные. То есть, они были сделаны по разному дизайну, с разными какими-то элементами, концепциями, короче. И они выглядят по-разному, соответственно. Также и здесь мы посмотрим две надписи. Вот, например, Новая Переделкина, первая, и следующая, другая станция. Она абсолютно никак. Вот, абсолютно не разный шрифт, например. Вот Новая Переделкина, здесь вот такой шрифт, достаточно модный, я тебе скажу. Если вот кто помнит, какие сейчас новые шрифты, например, там, ну, в тот же Сан-Франциско, например, или тот же в Android X, что ли, или где-то, короче, есть какой-то гугловский шрифт, новый, тоже классный, вот такой вот. Ну, типа, очень такой современный шрифт Новая Переделкина. Здесь он не очень жирный, потому что там вот о том, как они делали, они, короче, думали сначала сделать реально жирный шрифт, такой мощный, но поняли, что надо более минималистично все сделать, потому что станция вся такая железненькая, такая вся, ну, не броская, такая вся, как бы такая, в общем, тоненькая, тоненькие линии везде, поэтому они написали Новая Переделкина, вот так вот тоненько. И давай перейдем сразу же к Солнцево, станция Солнцево, название, тоже, они другим шрифтом абсолютно, здесь никаких понтов нет, по-моему, это другой шрифт. Нет, другой-другой, здесь нет никаких засечек. Да, 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 и смотри, здесь, короче, почему-то с одной стены, я не знаю зачем, или это не с одной стены, или это все на одной стене, я так и не понял, Солнцево написано железненькими буковками, да, по одной буковке, и еще написано такой, как бы, блин, какой-то такой тенью, я не знаю, написано Солнцево большими буквами, или это не написано, или это концепт, я так и не понял. видишь, да, то есть, видишь, одна железненькая, а одна в натуре написана огромными буквами, и поверх них еще табличка там какая-то, короче, движение метро, Табличка мне не мешает никак читать, то есть... Табличка не мешает, да, и, между прочим, я так понимаю, под это же, под это же была, ну, не под это же, скорее всего, все-таки именно вход в метро был задизайнен раньше, он такой весь сквозной, как сыр такой, с такими отверстиями, на самом деле, это типа, чтобы создавался эффект, когда солнце светит внутрь, было солнце внутри этой станции, типа, прикольно, сквозь вот эти вот отверстия, вечером, когда освещение внутри станции включено, то, наоборот, оно источало, как бы, свет, поэтому солнце, вот прям классно, чтобы, опять же, из отверстий светилось, ну, короче, прикольно сделано, но надпись на ней желтым прям, солнцево, и вот этим же шрифтом, которое студия Лебедева и задизайнила, как ты видишь, да, такой, очень округлый такой шрифт, я не знаю, здесь такие прям, о прям круги реально. Ну, он округи, но выглядит как гильветика Ной, если честно, именно солнцевский. Возможно, да. Ну, вряд ли, конечно, но желтое на бежевом, конечно, не очень витать. Желтое, да, да, согласен, не очень. Вот такие две, два небольших дизайна метро. Мне Новоперделкина сильно нравится, во-первых, я хотел сказать Новоперделкина, во-вторых, то, что капсом написано, сразу понятно, что метро, я не знаю реально, как они этого добились, но я вот смотрю на эту вывеску, может быть, она еще такая, кернинг у нее достаточно разреженный, то есть там буквы друг от друга далеко стоят, но я прям смотрю, я такой, о, станция метро, то есть им это удалось реально, солнцево так нет, солнцево, как кусок говна какой-то получился, но именно Новоперделкина, оно классное, я вот, меня такие эмоции вызовало. Там, кстати, тоже опремка круги, если тебя успокоит. Да, да, да. Почему-то тебя это должно успокоить, на мой взгляд. Меня это успокаивает, чуть-чуть согласен. Лавочки прикольные, ну, как бы уже так, если выдавливать дальше. Возможно, даже не относится уже к Лебедю, так сказать. Ну, да, да, он здесь же сверху написан, что, что, нет, не написано, не помню, где-то, где-то я смотрю, а, я же сейчас сам процесс смотрю, у меня сейчас открытка-вкладка процесс, а не описание. В описании, да, там сверху есть, нет, тут тоже нету. Да, заменить шрифтовое написание для станции московского метро, то есть больше ничего дизайна не давали. Больше не было заказано, да, 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 да. Ну, и еще чуть-чуть про Лебедева, только уже... Давай, давай. Есть теперь промышленный дизайн у него здесь, и рубрика где-то... Рубрика «Друг рассказывал», «Друг задизайнил», я бы сказал. Это точно, «Майнер фриер». Почему фриер? Не совсем понятно, но может быть фри что-то освобождает, что освобождает, не совсем ясно. Короче говоря, вот такая хреновина, зрители посмотрите, слушатели просто представьте, нечто среднее между колонкой HomePod, ГАИшным конусом и какой-то катушкой для ниток, наверное, как-то так, только такое обтекаемое, футуристическое, есть в черном цвете, есть в белом, задача задизайнить домашний майнер. То есть, очевидно, это ванити проект, почему? Потому что, ну, вряд ли реальный майнер они дизайнили, это как бы... Это супер концепт, да, такой вообще прям концепт-концепт. Да, у них здесь еще описание такое, типа в стихах, вот, но, вот сама выдув и вдув, они на самом деле выглядят, как шахты приточной вентиляции, которые крутятся. Да, в некоторых офисах такие есть, которые реально, чем ты больше раскрутишь, тем больше приточка идет воздуха, и, ну, или там, если, соответственно, вытяжную открутишь, то вытяжка больше будет. То есть, они реально очень похожи, вот, но я как бы, мне поскольку друг рассказывал немножко, как майнеры устроены, я думаю, что тут должно быть... дай, давай, это вообще имеет вообще существование, может быть? Если внутри турбина или компрессор, то да, но в противном случае потока просто не хватит, для того, чтобы охладить внутрянку. Ну, есть такие майнеры, у которых пониженное теплопотребление, там, которые, например, лайткоины добывают, но, ну, камон, все равно, мне кажется, не очень жизнеспособно, особенно с ученым того, что они здесь пишут, что биткоины он все-таки майнит. Ну, понятно, что есть пулы, где можно сразу лайткоины обменивать на биткоины, по тому курсу, который на момент майнинга есть. Но, опять же, это мне все друг рассказывал, я сам вообще о том ничего не понимаю. Здесь вот экранчик, есть на майнин на 5000, а, кстати, я понял, это мне еще напоминает Mac Pro, мусорку. Да, да, это нам напоминает изделие от Apple. Возможно, и вдохновлялись. Согласен, да, вполне возможно. Кстати, можно посмотреть, процесс будет, вкладку, там поинтереснее, чем с метро, в метро там просто три варианта каких-то указаны, причем почти не отличающиеся друг от друга. Тут-то реально прям скетчи есть, карандашные, как они это делали. Вот. Ну, в общем, на экранчике написано, сколько на майнина в рублях. Учитывая нынешние курсы, это за месяц, скорее всего, на майнина. Потому что... Нет, ну, погоди секунду, там же разные курсы на разных биржах или нет, или как там? Там же какая-то... Ну, друг что говорит вообще? Друг говорит, что... Ну, да, понятно, эта цифра, она куда смотрит? Эта цифра, я думаю, смотрит просто на биржевый курс. Почему? Потому что реальный курс обмена, он как в обменниках валют. Во-первых, немножечко разный везде, во-вторых, отличается от биржевого. Тоже дороже. Точнее, наоборот. Ну, вы поняли. Чтобы вы купили... Логично. Ну, ты понял. Короче, полностью как с валютой это все происходит. Здесь они выделяют, что очень классно, что можно их ставить друг на друга, потому что вот эти ребра, на которых стоят выдув и вдув, они квадратные, то есть они полностью стакаются друг на друга. Друг рассказывал, что лучше просто полки смонтировать, как винные, такие квадратные. Ну, ты понял, да, где бутылки лежат, и через один их просто расставить, и нормально будет, потому что сами стенки тоже нагреваются, у алюминиевых корпусов обычно. Собственно, это фишка, то есть сами корпуса, поэтому и алюминиевые, ну, как бы не медные, конечно, но алюминиевые, потому что они сами еще отводят тепло, как радиаторы при этом. Вот, поэтому тут пластик как будто отводить тепло, я не понимаю, но это какой-то, это хай-течный майнер, который не выделяет так много тепла, как реальные какие-то устройства. Здесь есть еще порты, вот это интересно. Ладно питание, ладно RG45, но HDMI, или что это, дисплейпорт и USB-шники, это вопрос, зачем они нужны. Ну, USB-шники, видимо, чтобы через модем сразу получать интернет, например, но это опять же, это надо на каждый майнер такое ставить, намного проще их реально скоммутировать просто в локалку, и прокинуть на них интернет. Ну, в общем, порты не совсем понятно. Ну, то есть, опять же, а HDMI там или дисплейпорт, я не очень вижу, что это, чтобы, наверное, на экран отправить там веб-морду. Не знаю, кнопочка какая-то еще есть, вкл-выкл, видимо, там, или ресет, сбросить настройки пула какой-нибудь, что-то подобное. То есть, как концепт реально прикольно, прям прикольно. Причем, это в экспресс-дизайне тоже, что характерно. То есть, если... Ну, типа за соточку. Да, да, причем, кто такое заказал, непонятно. Ну, фриер, видимо, компания реально заказала такое. Не знаю. Если посмотреть, сейчас ты перейдешь на процесс, то концепты там реально разные. От каких-то трапеций непонятных, которые выглядят, как сварочная маска, заканчивая просто кусками трубы, таких прикольных, как личинка из земли высовывающаяся. То есть, варианты действительно были всякие разные. Мне понравился здесь куб, у которого уголочек немножечко сколот, и там такой треугольничек. Мне это Magic 8 Ball просто напомнило. Я не знаю, поймешь ты о каком я говорю или нет. Да, да, зрители, смотрите, от слушателей, просто представьте, здесь разные варианты, в том числе такие, которые как фуражка у полицейских. Да здесь какие-то как тостеры, всякая такая. тостер тоже есть. До свидания. Да-да-да. Ну, может быть, они это опять же накидали уже. А давай, короче, накидаем, типа мы много разных пробовали, чисто во вкладку процесс. Ну, ладно, ладно, давай, давай. Почему-то с метро так не сделали. Да. Тут, кстати, есть как мусорное ведро, которое выглядит, уже там дальше смотри, там где почти в цвете, 7-8 вариантов. Но на самом деле, мне опять же напоминает старый Mac Pro, который не мусорка, а который именно как системник большой, у него там такие же ручки на корпусе, чтобы его типа тащить можно было. Вот. Но, честно говоря, вот учитывая все вот эти варианты, которые здесь есть, финальный вариант действительно самый крутой. Во-первых, потому что типа они стакаются друг на друга, во-вторых, потому что они реально повторяют, ну, как бы, дизайн нынешних майнеров в какой-то степени, ну, и в-третьих... Ну, охлаждение сделано грамотно, то есть тут как минимум, ну, что оно сквозное такое, тут просто в других-то где ты вообще охлаждение можешь увидеть? Ну, они просто до стадии не дошли, охлаждение, и, видимо, сам концепт не очень понравился, но, да, согласен, есть вопросы ко всем остальным, вот, а эти, эти, эти прикольные получились, но жизнеспособность, конечно, под вопросом, под вопросом. Да? Ну, ну, переходим к обойке, в принципе, завершая уже наш подкаст. Давай, давай, сегодня твоя очередь начинай. Тут, да, обойка такая, ну, минималистичная, я бы сказал, потому что здесь мы видим северное сияние, чувак, который смотрит на северное сияние, и, собственно, снег, тот самый, который здесь лежит. Ну, главное, желтый. Да, вдали мы видим такие домики, короче, и давай наш подкаст, это будут вот звезды, не с хрена. Ни хрена себе. Да, вот звезды, это наш подкаст, там темки, вот это все, а северное сияние, это вот затрана. Вот, и наш, как бы, слушатель, он смотрит на затрану, и понимает, что, в принципе, затрана, он, конечно, красивый, но он пройдет, а звезды, они будут продолжать светить, понимаешь? Вау. Затрана, причем, он только здесь и сейчас существует, как северное сияние. В прошлом его не было, уже невозможно вспомнить, и в будущем тоже хрен предскажешь, потому что, ну, как бы, солнечная радиация, когда будет, тогда будет. Вот, да, а звезды, они всегда существовали, светили, понимаешь, так что, вот так. Да, да, мне понравилась наша интерпретация, это классно, очередная обойка, которую, кстати, кто не в курсе, обойки я всегда выкладываю в описании, можно скачать, тоже себе поставить, говорить, у меня, как у пацанов из юбдизайна, обойка. Это почетно, в некоторых местах позволяет, так сказать, открыть некоторые двери. Некоторые раны, я бы даже сказал. Да, 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 тоже хотел как-то к заду ране присобачить, это не придумал. В общем, да, подписывайтесь на соцсетях, все ссылки в описании, пишите нам комментарии на YouTube, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, колокольчик делайте, в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы, подписывайтесь на все телеграм-каналы, которые есть, и да, с вами был Тормознутый, и как там, увидимся через неделю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok